Я как раз хотела поклиниться после Бориной фразы, но с 3-ми степенью. Когда мне Николай сказал, что будет задавать этот трудный вопрос, я тут же засуетилась, конечно же, и побежала вспоминать. И поняла, что в уходящем году мне очень сложно провести четкую грань между лучшими художественными книгами и лучшими нехудожественными книгами. Потому что вот эта тенденция к размыванию вот этой границы, которая еще 5 лет назад казалась совершенно незыблемой, то есть все знали, что вот это налево, вот это направо, вот эти книжки это художка, вот это нехудожка. Вот сейчас эта граница со страшной скоростью взмывается. Поэтому я позволю себе назвать две книги, которые все-таки более или менее хорошо попадают в раздел нехудожественной литературы, а дальше, что называется, как это в Фейсбуке, статус «Все сложно». Если говорить о для меня самых важных нехудожественных русских книгах, то я, наверное, назову книгу, уже упомянутую книгу Юрия Слезкина «Дом правительства». С ней сложно, непонятно, как ее называть русской или нерусской, потому что изначально она, конечно же, писалась по-английски, потому что Юрий Слезкин, он американский. Это очень важно. Давайте потом еще отдельно поговорим. Но это автоперевод. Это важные вещи очень, которые тоже в этом году славны. Но это именно автоперевод, то есть Слезкин сам перевел себя на русский язык. Кое-что редактировал, дописал и переписал, кое-что сократил. То, что писалось с расчетом на американского читателя, которому нужно долго рассказывать, что такое Кремль, грубо говоря. И поэтому мне кажется, что можно говорить об этой книге как о русской. Во-первых, это книга, которая поражает своим масштабом, не только в смысле, что она очень толстая, а в том смысле, что это книга, которая действительно охватывает огромный совершенно материал и удивительным образом его упакует в очень ясную концептуальную форму. На самом деле, вся книга Юрия Слезкина огромная, тысячестраничная, с сотнями героев, с сотнями судеб. Она, в общем, пересказывается в один короткий абзац. Ее основная идея состоит в том, что большевики, создатели русской революции, это было то, что Слезкин называет миллионаристская секта. Это секты людей, которые ожидают и способствуют наступлению тысячелетнего царства Божия на Землю. И единственное отличие большевиков от всех остальных миллионаристских сект состоит в том, что они преуспели. То есть у них все получилось. Но их сходство со всеми остальными миллионаристскими сектами состоит в том, что второе поколение сектантов всегда пожирает первое. То есть мы привыкли к стереотипной фразе, что революция пожирает своих детей. Так вот, на самом деле, по моей версии Слезкина, все обстоит ровно наоборот. Это дети революции пожирают собственную революцию. И для Слезкина дом правительства, который вынесен в заголовок дом на набережной, воспетый Трифоновым, оказывается символом вот этой победы второго поколения революции над первым. Потому что у людей люди захотели иметь дом, они захотели иметь кухню, диван, абажур, слоников, черт побери, на комоде. И все это, оказывается, входит в решительное противоречие с идеалами, ценностями революции. И побеждают как раз те, кто хочет комфорта, уюта и нормальной жизни. И вот, собственно, книга Слезкина, я вам ее довольно подробно пересказала, на самом деле. Другое дело, что этот пересказ абсолютно ничего не стоит, потому что, что называется, дьявол, бог и прочая трансцендентная сущность, они находятся в подробностях. Это, на мой взгляд, потрясающее, интересное погружение в множество частных историй с потрясающими вставными эссе.